В северском районе горят леса. Основной очаг возгорания находится неподалеку от поселка Планчинская щель. Причина – неосторожное обращение с огнем. На Кубани долгое время стоит теплая и сухая погода – идеальные условия для лесных пожаров. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, волонтеры, сотрудники администрации «Казаки». Мы сейчас находимся в северском районе на территории Смоленского поселения. Планчинская щель, так называемый, населенный пункт. Буквально отсюда в 200 метрах находится лагерь «Легион 93». Четыре дня тому назад здесь произошел пожар, если так можно сказать, задымление. Естественно, это человеческий фактор. Люди приехали отдыхать, оставили открытый огонь и уехали. Поднялся ветер, и это все распространилось. Изначально было мало территории, поэтому быстро удалось потушить. Но то, что осталось, которое тлело, естественно, на второй ночью, когда ветер поднялся, заняло больше территории. И вот сегодня уже буквально до двух гектар открытого огня, к сожалению. Тушить огонь в горных районах непросто. Основная проблема в том, что специальная техника просто не может добраться к месту возгорания. Борются с пожаром с помощью ранцевых огнетушителей, граблей и хлопушек. А вот 120 человек работает, 4 единицы техники. Мы отсекли полностью со всех сторон лагерь, чтобы не пострадал. И люди сейчас занимаются, уже четвертый день здесь работают на этой территории. Сгребание листы – самый эффективный метод предотвратить возгорание. Ведь сухой лист воспламеняется в считанные секунды. Достаточно выброшенного окурка или плохо затушенного костра. Особенно внимательны должны быть любители активного отдыха на природе. Огромная просьба всех гостей и жителей нашего района, чтобы не разводили костры здесь, именно в лесу. Естественно, что это чревато последствиями и очень наносит лесу большой ущерб. Общими усилиями пожар удалось локализовать и отсечь его территорию лагеря «Регион 93». Сильное задымление сохраняется по-прежнему, но угрозы для туристической базы нет. Успешно справились с возгоранием в лесном массиве Григорьевского сельского поселения. Там с огнем боролись силами специализированной пожарно-спасательной части. В тушении также приняли участие добровольные народные дружины станицы Ставропольской. 6 числа, где-то около 18.00, в администрацию поступил звонок от местных жителей станицы Ставропольской о том, что задымление идет за станицей Ставропольской в лесном массиве. С сегодняшнего дня с 7 часов утра было организовано пожаротушение силами афибского лесничества, лесников наших, жителей станицы Ставропольской. Всего, в общем, участвовало в тушении пожара около 30 человек. На данный момент пожар локализован, но не ликвидирован еще полностью, потому что имеется задымление, но угрозы жителям или кому-либо не существует. Новый очаг возгорания появился в станице Убинской. Дым отчетливо виден в районе улиц Виноградной. Там с огнем своими силами борются местные жители. Отдел надзорно-зиятельности и профилактической работы сельского района призывает жителей и гостей района соблюдать требования пожарной безопасности при пользовании открытым огнем. В случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно сообщить в пожарную охрану по номеру 01 или с сотового стоти, а также по возможности принять меры к ликвидации данного сгорания. По словам сотрудников МЧС, пожароопасная ситуация в районе будет сохраняться еще некоторое время. Андрей Котовский, Руслан Лов, Владимир Галуцкий, Алексей Попов, телерадиокомпания «Атаман». На страже правопорядка. 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. До 2011 года День милиции. История полиции берет свое начало еще при Петре I. В 1715 году царь создал службу охраны общественного порядка под названием «полиция», что переводится с греческого языка как «управление государством». Уже позже, в начале XIX века, в России официально появились органы внутренних дел. Сразу после Октябрьской революции, 10 ноября 1917 года, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР образовалась рабочая милиция. В отличие от большинства профессиональных праздников, День сотрудников органов внутренних дел для многих представителей правопорядка – обычный рабочий день. Праздник отмечается ими на посту. 10 ноября сотрудники МВД решают свои повседневные задачи по защите общества и государства от преступных посягательств. 22 июня 1941 года, ровно в полдень, Вячеслав Михайлович Молотов сообщил гражданам Советского Союза о начале Великой Отечественной войны. В тот же день глава Православной Церкви в России, патриарш и местоблюститель Сергий, обратился к верующим с посланием. В нем он выражал уверенность, что с Божьей помощью русский народ одержит победу над врагом. Представители духовенства вместе с регулярной армией вступили в войну. Эти известные слова Сталина, которым он обратился к советскому народу, это слова братья и сестры. Слова, которыми священник начинает каждую свою проповедь, обращаясь к народу Божьему. Мы помним, что Иосиф Джугасвили был семинаристом, ему была знакома эта культура, известная культура, и он понимал, что в условиях, когда враг у порога, когда идет жестокая война, вероломное нападение произошло на Советский Союз, какие-то призывы и лозунги не сработают. Нужно обратиться к душе народа, к его сердцу. И этим обращением Сталин избрал слова церковной проповеди. То есть, потому что именно это, это настоящее, то, что было услышано людьми, потому что именно эти братья и сестры откликнулись и встали на защиту своей Родины. Официальные власти вскоре пришли к выводу, что церковная поддержка может оказаться важной. Выяснилось, что на фронте по-прежнему верят в силу икон и крестного знамения, а молитвы помогают успокоиться. В Москве 9 апреля 1942 года разрешили крестный ход, а в блокадном Ленинграде в тот же день провели церковную службу. Оказалось, что дата Пасхи 1942 года совпадает с датой Ледового побоища. Войска Ленинградского фронта маршировали на передовую прямо от Александра Невской лавры. Мы знаем, что тогда советская власть очень недружительно относилась к церкви. То есть, множество священников были казнены, расстреляны. Духоведство всячески подвергалось всяким прещениям. И вот даже в таких условиях, понимая в более высокую ценность целостности нашей страны, церковь выступила в поддержку, пусть даже такой богоборческой власти, понимая, что жизнь народа важнее. В послевоенные годы отношение несколько изменилось. Прекратилась антирелигиозная пропаганда. Вместо нее распространяли научные знания. Верующие люди стали чувствовать себя спокойнее. Церковь избежала гонений, начатых в 1946 году против художников и поэтов. А патриарха Алексия наградили орденом Трудового Красного Знамени. Многие советские люди, пережившие войну и потерявшие близких, вновь потянулись в храмы. Вот такой самодельный паровоз бегает по узкоколейке в поселке Ульяновка, недалеко от Санкт-Петербурга. Построил все это рядом со своей дачей Павел Чилин. Так мужчина осуществил мечту детства. Когда мне было лет 10-11, я первый раз увидел в Литве узкоколение паровозик. И с тех пор мне очень захотелось, чтобы у меня тоже когда-то появился паровозик. Строительство началось 8 лет назад. Павел купил участок и стал прокладывать рельсы. Ширина узкоколейки 30 сантиметров. Длина дороги уже 330 метров. Позже к Павлу присоединился бывший железнодорожник Сергей Терехов. Паровоз они делали вместе. Правда, процесс затянулся. Но в этом году мужчины поднапряглись и закончили строительство. Испытания паровозика начались месяц назад. Двойное чувство. С одной стороны, он поехал. А с другой стороны, так устали, что даже не смогли сразу порадоваться. А радуемся вот сейчас, когда совместно ездим, возим песок, катаемся, радуемся. Отлаживаем его, регулируем. Вот радость наступает вот именно сейчас. Железная дорога состоит из нескольких ответвлений. Есть 9 стрелок и даже 8-метровый мост. В плане закончить паровоз, утеплить его, покрасить, сделать пассажирский вагон, а лучше 2. А в дальнейшем мы думаем и, может быть, о каких-то более серьезных проектах. Может быть, в каком-то парке проложить уже длинную железную дорогу. Возможно, это несколько километров будет. Туристическую дорогу. Кроме паровоза, у Павла есть вагончики, мотовоз и механическая дрезина. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке. Или простоту в пару кликов. Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. А я буду главным машинистом поезда. Пап, ну какой машинист? Мы же дочке матери играем. Вот родится у тебя братик и будет папа в паровозике с ним играть. До конца 2021 года родите или усыновите второго малыша и приходите за материнским капиталом. Мы уже определились. А вы? Пенсионный фонд России МЧС России предупреждает. Регистрация маршрута – гарантия безопасности. Безопасность начинается с тебя. МЧС России МЧС России МЧС России МЧС России МЧС России Регистрация маршрута Продолжение следует...